В редакцию Первого канала Евразии обратились алматинцы, неравнодушные к судьбе здания бывшей железнодорожной больницы. Жители города обеспокоены, что некогда образцовый объект здравоохранения, находящийся в центре города, может превратиться в неблагополучный объект, либо будет снесен. Но в Акимате развеяли все опасения горожан. Сооружение планируют реконструировать, и оно вновь будет служить во благо медицины. Когда начнутся работы, узнавал Ануар Амангельдинов. Железнодорожная больница в центре Алматы была построена в 50-м году прошлого века. Почти 70 лет в этом здании лечили пациентов. Учреждение государственное. В 2018-м его передали в доверительное управление инвестору. Они провели здесь и все работы, то есть поменяли окна, поставили нормальное отопление и даже инженерные сети, и благоустроили внутренний дворик. Но где-то в 2020 году под предлогом, что здесь будет памятник архитектуры, что его передали в реестр памятников архитектуры местного значения. По словам общественников и активистов, здание пустует на протяжении уже трех лет. За это время некогда образцовый объект стал прибежищем для людей без определенного места жительства. И тем самым превратился в рассадник антисанитарии. Груды мусора есть практически в каждом кабинете. В числе так называемых постояльцев были не только бомжи, но и возможно даже сектанты. О их пребывании здесь говорят следы проведения ритуалов. В одной из комнат были обнаружены копыта животного, кровь и свечи. Сейчас этим вопросом занимаются в полиции. Подключены сотрудники управления по противодействию экстремизма. Они проведут комплекс оперативных и специальных мероприятий по проверке поступившего сигнала. Необходимые меры обещают принять и в Акимате города. Сейчас вдоль здания поставили забор. Чуть позже дополнительно установят видеокамеры. Что касается самого объекта, то по планам после реконструкции в нем разместят детский реабилитационный центр. До конца года планируем презентовать проект на смертную документацию. И до 24-го года, до мая месяца мы планируем получить государственную экспертизу. После чего будет подана соответствующая бюджетная заявка для выделения средств на начало строительных работ. Начать строительные работы чиновники намерены до начала лета следующего года. Завершить же реконструкцию планируют до конца 2025-го. Ануар Амангельдинов, Максим Шулепов, Мадишенгыс, Первый канал, Евразия.